На Псалом 139 «Избавь меня, Господи, от человека злого! Сохрани меня от притеснителя!» Где теперь те, которые говорят, для чего дикие звери, для чего скорпионы, для чего ехидны? Вот находится животное, которое обнаруживает большую злобу не по природе своей, а по воле. Человек. Поэтому и пророк, не упоминая о всех других, просит избавить от него. О, скажи же мне, если человек в таком, то неужели не следовало и существовать людям? Говорить это крайне безумно, потому что нет ничего вредного в человеке, кроме одного только греха. И когда уничтожен грех, тогда все легко, удобно, мирно. А когда он существует, тогда во всем подводные камни, бури, кораблекрушения. Пусть никто не осуждает нас, что мы назвали человека порочного, худшим дикого зверя. Зверь, хотя не имеет кротости от природы, но легко может быть обманут и проявит себя тем, что он есть. А человека, замышляющего зло и принимающего на себя различные виды, остеревся гораздо труднее, нежели от дикого зверя. Часто он одевается шкурой овцы, а внутри скрывает волка. Поэтому ноги неосторожны и впадают в его сети. Так как трудно уловить подобных зверей, то пророк обращается к молитве и призывает помощь Божию для избавления от такой напасти. Через подобных людей часто и дьявол действует, и таким образом поражает. Итак, напасти много со всех сторон. И порочный человек нападает, и злой бес враждует, и невыносимое искушение беспокоит. Потому нам и заповедано говорить в молитве, не веди нас во искушение, но избавь нас от лукавого. Разнообразна борьба, много различных нападений, ко всему надо быть готовым. Как тот, кто намеревается выйти в море, должен предвидеть и стремление беспорядочных вод, и напор буйных ветров, и скопление облаков, и подводные камни, и скалы, и встречи с дикими зверями, и нападение морских разбойников, и голод, и жажду, и опасности моря, и неудобство пристани, и сопротивление мореплавателя, и недостаток свистных припасов, и все подобное, и ко всему быть готовым. Так точно иступивший в водоворот настоящей жизни должен быть готовым и к страданиям тела, и к болезням души, и к козням людей, и к нападениям врагов, и к обманам мнимых друзей, и к бедности, и к искушениям, и к клеветам, и к полщищам бесов, и к ярости дьявола, если он хочет достигнуть царственного города, и войти в пристань с полным грузом. Итак, здесь пророк называет человека лукавым, а когда говорится о дьяволе, то он называется просто лукавым. Почему же? Потому что дьявол сам есть отец лукавства. Поэтому он по преимуществу называется лукавым, и вместо собственного достаточно ему этого прилагательного имени, по причине шеизмерной злобы его, которая, впрочем, не врожденная ему, но произошла после. Если хочешь знать, откуда произошло и само название лукавства, то можешь отсюда получить для себя великую пользу. Лукавством оно называется потому, что причиняет муку и изнурение тому, кто предан ему. Вот почему и премудрый, указывая на это, говорит. Если зол будешь, то один испытай зло, если добр, то себе и искренним. Притча 9.12. Как же злой один почерпает зло, и когда многим делает зло? Но не вредить никому из тех, которые сами небеспечны и нерадивы. Если хочешь, то мы, оставив злого человека, представим самого злого беса. Скажи мне, не излил ли он всю свою злобу и повредил ли сколько-нибудь его? Напротив, не сделал ли его более славным, а себе не причинил ли тягчайшего падения? Так же Каин ни один ли исчерпал зло? Не скажешь, но вместе явили. Как и каким образом он скоро был препровожден в безмятежную пристань? Но это было для него величайшим благодеянием, что он окончил жизнь с добрым подвигом, что общий долг природы он совершил с пользою. То, что бывает со всеми вообще и совершается по необходимости, для него совершилось с пользою. И потому это значило не потерпеть зло, а украсться светлейшим венцом. И Иосифу какой вред причинили братья? Не сами ли они одни исчерпали зло? Но скажешь, Иосиф сделался рабом? Что же, я прибавлю, что и узником, но не о том идет речь, был ли он рабом и узником, а о том, потерпел ли отсюда какой-нибудь вред. Нет, напротив, мы находим, что он получил величайшую пользу, приобрел большее дерзновение пред Богом и через то самое, что казалось бедственным, достиг настоящее благоденствие. Не будем же бояться людей злых, но жалеть о них. Тогда действительно они были страшны, когда не был еще открыт высокий путь, ведущий к любомудрию. А теперь, когда нам открыты небеса, и люди делаются ангелами, они уже не страшны. Как зверь с великой стремительностью бросающийся на стрие копья, по-видимому, угрожает опасностью тому, кто держит копье, но наносит самому себе тягчайшую рану, и тот, кто прет против рожна, так же обогряет кровью свои ноги. 469. Такова добродетель. Рожон и меч изостренный. А все злые люди хуже и безумнее детьих зверей. Когда они нападают на добрых, то гораздо больше причиняют зла себе. Добрым они причиняют убыток в деньгах или здоровье, а сами наносят существенный вред душе своей. Если бы потеря имущества причиняла вред нашей собственной добродетели, то Павел не заповедал бы терпеть обиды и не обижать. Если бы терпение обид было злом, то законоположник добра не заповедал бы зла. Впрочем, хотя это действительно так, не следует предавать себя людям злым и иметь общение с ними, но убегать и уклоняться от их общества. А когда они нападают, то мужественно встречать их. Потому нам и заповедано молиться, чтобы не впасть в искушение. Потому и пророк сказал, «Избавь меня, Господи, от человека злого, сохрани меня от притеснителя». Разумея, опять пророк вообще, потому что он говорит, здесь о неправде не только в отношении к имуществу, но ко всему. Пророк просит избавить его, чтобы не пасть, или чтобы самому не сделать все таким же. Притом просит непросто, но сделав должное и со своей стороны. Вот почему в конце предыдущего псалма он сказал, что избегать их и общества их. А здесь просит помощи Божией. Там он оказал должность со своей стороны, сказав, «Кровожадные, да уклонитесь от меня!» А здесь просит Бога избавить его от их нечести. Действительно, удалять от подобных обществ и как можно дальше держать себя от отношения с злыми, это не только способствует благоденствию, безопасности, свободе и всякому удовольствию, но и есть величайшее счастье. Поэтому, описывая злобу, их пророк продолжает, «Они злое мыслят в сердце, всякие день ополчаются на брань». Видишь ли, как трудно остеречься от этих зверей в мыслях своих, скрывающих зло, и в тайне строящих козни. «Они злое мыслят в сердце, — говорит, — то есть пока не обнаруживали злобы, но скрывали и питали ее внутри, что всего хуже, не по увлечению, не с поспешности, но тщательно делали свое дело. Это именно и значит. Мыслят в сердце, со старанием, со всяким тщанием. Всякий день ополчаются на брань. Этим означает он всю жизнь. А под именем брань, разумеется, здесь не те, которые бывают в боевом строе посредством оружия, но те, которые бывают посредством коварных замыслов, которые люди ведут на торжищах, в домах, не надевая латы, не ограждаясь щитом, но вместо всякого оружия употребляя злобу и бросая слова из зрительных стрел. Величайшая степень злобы их состоит не в том только, что они коварны, враждебны, всегда готовы на брани и битвы, но и в том, что они таковы во всю жизнь и никогда не прекращают своего злобного нападения. Между тем, если бы они хотели вести войну, то имели бы другой справедливый повод. Им следовало бы вооружиться против грехов, радовать против дьявола, подвязаться против болезней души и защерять мечи против бесов, но они не обнаруживают даже и наклонности в такой борьбе. А друг в друга бросают стрелы. Всякий день ополчается на брань и защеряет язык свой, как змея, яд аспида под устами их. Видишь ли, нижесть порока. Людей он делает зверями, аспидами и змеями, и разумный язык превращает в зверски. В чем он обвинил их выше, в том опять обвиняет и здесь. В чем же именно яд аспидов под устами их, говорит, всегда, постоянно, как выше он сказал, весь день ополчается на брань, так и здесь. И изощряет язык свой, как змея. Именно это всегда означает слово, как змея, которое по-еврейски называется сел. То есть постоянно. Если кратковременный порог есть тяжкое зло, то какое прощение, какое оправдание могут иметь те, которые постоянно упражняются в нем и никогда не насыщаются. Соблюди меня, Господи, от рук нечестивого, сохрани меня от притеснителей, которые замыслили поколебать стопы мои. Нет никого несправедливее и неправеднее людей, которые упражняясь во зле, прежде всех других причиняют вред собственной своей душе. В самом деле, если они бывают виновниками соблазна, если они подают повод неразумным поносить славу Божию, если они не исполняют должного, но получив душу и тело человека, любивого Бога, не оказывают признательности, наслаждаясь такими благами такого мира, воздают благодетелю делами противными, то что может быть неправеднее этого, что неблагодарнее? Притом они, что делают зло еще более тяжким и крайне великим, стараются причинить вред и другим. А замыслили поколебать стопы мои? Если же замыслы их не исполнились, то это было делом человеколюбия Божия. Он разрушил коварные замыслы их. 471. Посмотри, как старательно было коварство и с какой тщательностью строились козни их. Они скрывали и расширяли сети, и при том, при стезях, чтобы и протяжением их, и скрытностью, и близостью уловить и захватить свои руки. Они были художниками зла, везде расставляли сети, считая единственным своим делом погубить его. Хочешь ли знать, как и дьявол расставляет подобные сети? Посмотри опять на случившееся сиовом. Что шире, что длиннее, что ближе сетей, который расставил он не только в ближних, в друзьях, в жене, но и в самом теле его? Я сказал Господу, Ты Бог мой. Услышь, Господи, голос молений моих. Гордые скрыли силки для меня, и петли раскинули, сеть по дороге, тянета разложили для меня. Сказав о войне и замыслах, и указав на невыносимое бедствие, пророк прибегает к непреоборимой помощи, призывает с неба помощника, который может уничтожить их. Вот признак благородной души, и вот свойство любомудрого ума. При таких обстоятельствах, окружающих со всех сторон, не прибегать к человеческой помощи, и не искать ее в смертных суждениях, но обращать взоры к небу, призывать вездесущего Бога, и не предаваться унынию, смущению и беспокойству. Смотри, с каким достоинством он излагает речь свою. Не сказал, я хорошо исполнил то и то. Справедливо поступил в том и в том. Ну что? Бог мой, говорит ты, представляя важнейшее право на помощь в том, что он прибегает к своему владыке, творцу и царю. Услышь, Господи, голос молений моих. Господи, Господи, сила спасения моего. Ты покрыл голову мою в день брани, говорит, сила спасения, выражая, что есть и сила мучения и наказания. Мне, говорит, ты подавал силу спасения. Ты можешь и карать, и умершлять, но всегда употреблял силу свою к моему спасению. Посмотри на любовь, говорящую повторением слова Господи и прибавлением слов Господи, сила спасения моего. Он выражает великую привязанность. Ты покрыл голову мою в день брани, видишь ли благородную душу. Он припоминает и прежнее, как Бог доставил ему безопасность, потому что таков смысл слова покрыл. Посмотри, как он показывает и легкость этого дела для Бога. Не сказал просто прежде, но в самый тот день, когда угрожали бедствия, когда была борьба, когда я находился в крайней опасности, тогда ты и поставил меня в безопасности. Не иметь нужды в приготовлении или в предуведомлении Бог не имеет, видящий все и настоящее, и будущее, и прошедшее, могущий сделать все и всегда присуще с готовой помощью. Далее, желая выразить превосходство победы и безопасности, Он не сказал спас меня, но что покрыл меня, то есть ты не допустил мне потерпеть и малейшей скорби, даже такой, какая происходит от зноя, но поставил меня в такой безопасности и вместе с безопасностью доставил мне такое удовольствие и спокойствие, что я не чувствовал даже никакого неприятного жара, но наслаждался тенью, то есть избавлением и свободой от бедствий. Вот почему он и прибавил осеню, показывая это самое и вместе означая легкость помощи для Бога. Названием тени, как бы так выражаясь, тебе достаточно только присутствовать, и все совершается. Не дай, Господи, желаемого нечестивому, не дай успеха злому замыслу его, они возгордятся. Смысл слов его следующий. Не дай пожеланиям против меня, то есть чего желает он против меня, того не дай ему исполнить. Не сказал, чего желает он, но пожеланиям его. Не дай успеха злому замыслу его. Выражая как бы следующее. Не дай исполниться ни малейшей части того, чего он желает. Таковы люди нечестивые, они с великим старанием строят козни ближнему, подобно дьяволу, о котором говорится, как лев рыкающий ходит, ища кого поглотить. Так старательно он напал на Иова, так хотел не изложить Петра, почему и сказал Господь, сколько раз сатана просил, чтобы я сел тебя, как пшеницу. Видишь ли, какое имел он желание. Есть и люди, которые по зависти и ненависти соревнуют ему злобе, радуясь бедствием других. Таких людей Писание называет несчастными. Увы, говорит он, веселящиеся о злом и радующиеся о развращении злых. Притча 214. И весьма справедливо, потому что это знак развращенной души. Если о погибающих должно скорбеть, сетовать и плакать, то какое прощение, какое оправдание могут иметь те, которые не только не сострадают, но еще радуются. Не видишь ли, как и сам Христос, приступая к казни, плачет о погибели Иерусалима. Не видишь ли, как и Павел скорбит, сетует и плачет о погибели других. Но есть люди столь развратные, что же чужие несчастья считают для себя утешением в своих бедствиях. Не дай Господи желаемого нечестивому, не дай успеха злому замыслу его, они возгордятся. Вот знак нечестивой и развратной души, когда прилагают старания, совещания и усилия к совершению зла. Для тебя недостаточно того, что случается нечаянно, недостаточно губить нас по неосторожности, но нужно еще совещание, время и размышления для совершения зла. 473. Какое же оправдание можешь иметь ты, обращающий коварство в занятия, делающий совещания для совершения зла и призывающий сообщников? Но посмотри на смирение пророка. Он не сказал, не оставь меня, потому что я достоин того, не оставь меня за добродетели моей жизни. Но что? Чтобы они не возгордились, чтобы не сделались более надменными и не предались большей гордости от моей беспомощности. Да покроет головы окружающих меня зло собственных уст их. Здесь он называет собрание, синедрион, нечестивое общество, развратные советы. Смысл слов его следующий. Самые советы нечестивые, самая совокупность коварных и развратных намерений пусть сокрушит и погубит их. Трудом уст он называет здесь коварство. Таково и коварство. Оно обращается в погибель тому, кто предается ему и ввергает в пропасть. Так было и с Давидом. Враги надеялись подвергнуть его бесчисленным бедствиям, но он сделался более славным. Так скажешь. Но я не этого желаю. Покажи, как злоумышлявшие зло поражались собственными своими замыслами и погибали. Скажи, где это случилось? С братьями Иосифа. Они, желая сделать его рабом, погубить, сами подверглись крайней опасности, хотя он, насколько это зависело от них, подвергся и рабству, и смерти. И Авесолом, желая насилием погубить отца, погиб сам от насилия. Да падут на них горящие угли, да будут они повержены в огонь, в пропасти, так, чтобы не встали. Смысл слов его следующий. Достаточно и сказано самого пророка, чтобы погубить упражняющихся в нем, но вместе с тем они подвергнутся наказанию от Бога. Здесь углями огненными, огнем он называет наказание, посылаемое свыше. Часто оно совершалось и посредством самого огня, как, например, над Дафаном, Кореем, Авероном и над окружающими. Печь Вавилонскую. По одному переводчику эти слова значит «погуби их так, чтобы они уже не восстали», а по-другому «с великой скоростью». Человек злоязычный не утвердится на земле. Зло увлечет притеснителя в погибель. Сказав о гневе Божьем, он опять показывает, что порог и сам по себе достаточен, чтобы погубить имеющих его. Немаловажен этот вид нечестия, быть дерзким и не удерживать языка своего. Злоязычным называют поносителя, болтливого, злословящего, постоянно лающего и поступающего нисколько не выше пса. Какие же, скажешь, последствия этого? Не справятся, говорят они на земле. Таков плод злословия. Такой человек всем враждебен, всем неприятен, для всех отвратителен и несносен. Как человек долготерпеливый, скромный и умеющий молчать, безопасен, постоянен и всем приятен, так этот человек ведет жизнь опасную, навлекая на себя бесчисленных врагов со всех сторон, а прежде всего возмущая собственную душу и не попуская ей быть в покое. Но и тогда, когда никто посторонне не беспокоит, возбуждая внутри ее бесчисленные войны и смятения, человек злоязычный не утвердится на земле. Смотри опять, как достаточно порока для погубления того, кто предается ему. Но для чего он употребил выражение? Уловец. Для того, чтобы ты видел неизбежность наказания. Чтобы ты, поступая несправедливо и не тотчас подвергаясь наказанию, не слишком надеялся. Такова ловитва. Она удается не всегда и не тотчас. Однако ж уловляемые дикие звери, хотя они пойманные, еще не попали в сети, не находятся в безопасности. Такова душа, поступая несправедливо, не должна слишком надеяться. Хотя она еще и не уловлена, потому что когда-нибудь она будет уловлена. Поэтому, если хочешь быть в безопасности, перестань делать зло и будешь наслаждаться великим спокойствием. Почему он сказал? Воистление. Потому что многие уловлялись и во спасение, как, например, через апостолов, через святых мужей. Но неправедные уловляемые пороком не так, а в погибель и истление. Почему же за пороком не тотчас следует наказание? По человеколюбию Господа. Если бы он захотел каждого из грешников тотчас подвергать наказанию, то большая часть рода человеческого давно была бы истреблена. Зная, что Господь сотворит суд угнетенным и справедливость бедным. Так праведные будут славить имя Твое, непорочные будут обитать пред лицом Твоим. Так он сказал уловиться и погибнуть. И выразил, что наказание и тотчас следует за преступлением. То, чтобы кто-нибудь из людей грубых не сделался от этого более обеспеченным. Он и прибавляет, знаю, внушая, что это непременно будет, обижаемые не останутся неотмщенными. Нищими он здесь называет не просто бедных, но самых смиренных, сокрушенных. А говоря это, он обижаемых утешает и обижающих прозумляет, чтобы одни от ожиданий не отчаялись, а другие от замедления не сделались более беспечными. Замедление ведет к покаянию, а упорных Бог наказывает строже и весьма справедливо. Почему? Потому что они, пользуясь такой благостью, не сделались лучшими. Представь же, каково человеколюбие Божие, когда и преданным Ему он попускает терпеть зло и не мстить за них, желая исправить тебя через покаяние. Так праведные будут славить имя Твое. Что говорит он? Что бы ни случилось, говорит, они будут благодарить, хотя они будут видеть смиренных, притесняемыми, а неправедных, возвышающимися. Они не станут требовать отчета в событиях. Это особенно свойственно праведным всегда и за все благодарить. Непорочные будут обитать пред лицом Твоим. То есть, получив помощь Твою, помышляя о Тебе, всегда пребывая с Тобою, они никогда не отступят от Тебя. Что бы ни случилось, они никогда не будут огорчаться, никогда не станут роптать на совершающиеся. Душе твердо и уму непреклонному свойственно не спрашивать отчета у Господа. Поэтому и Павел говорим. А ты кто человек, что споришь с Богом? Скажет ли создание Создателю? Почему ты сделал так? Римлянам 9.20. Будем же ему постоянно соблюдать эту признательность и за все благодарить Бога, которому слава и благодарение и поклонение ныне и присно и в нескончаемые веки веков. Аминь.